Музыка 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 Но у нее было такое красивое упрямство, читалось в ней. Она краснела по-настоящему, она плакала по-настоящему. Я начинала это эффектно, скажите, там была первая фраза у меня выбрана, я начинала, уехал, 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 и с этого момента с ней, с Катюши Масловной, начался тот душевный переворот, вследствие которого она сделала с тем, чем была теперь. Я думаю, чем захватить, я же сама готовилась, у меня помощников не было, только то, что я видела по телевизору все спектакли, то, что я видела очень много фильмов, вот это вот моя школа была, я думаю, чем-то надо поразить приемную комиссию, и поэтому первое слово у меня сопровождалось с движениями, я падала с грохотом на колени, в смысле уехал. И потом я же помню, как в кино эффектно, когда актриса поднимает голову, а у нее уже слезы текут, то ли от боли там, то ли от переживания, это не важно, я поэтому так сразу бух на колени, со всеми своими там, я не помню сколько, но прилично было килограмм, и вот начинаю текст, я поднимала голову, у меня уже слезы были, да, я думаю, да, это, наверное, эффектно было. Я прочитала этот отрывок и думаю, ну сейчас меня попросят, наверное, и спеть, что-то станцевать, как предыдущих, а мне Владимир Алексеевич сказал, все, спасибо большое, садитесь. Я не поняла, то ли так меня, не мучая, как бы, уже, наверное, и проводили, то ли это было хорошо, то ли это было плохо, я не поняла, но я помню, что нужно было дождаться часа три, и тогда бы сказали, прошли вы или не прошли, и я пошла, смотрела «Сталкера» в кинотеатре, и, честно скажу, до такой степени меня эта картина захватила, что я, когда вышла, я посмотрела, боже мой, уже прошло четыре часа, уже давно висят там фамилии тех абитурентов, которые сдали мастерство артиста, а я до сих пор это не увидела, то есть получилось так, что я пришла позже всех, посмотрела и увидела свою фамилию, но еще минут пятнадцать я отходила и подходила, отходила и подходила, мне все время казалось, может, это у меня какой-то мираж, может, какая-то, ну, в общем... Ты где-то сказала в каком-то интервью, что вроде я хотел тебя выгнать, Да. Ну, ты, ну, уже ты можешь подумать, что я мог тебя выгнать, просто... Это я понимаю, что это был воспитательный момент, у меня не получались этюды беспредметные, вышивать без иголки, с ниткой, без всего, вот эту яичницу готовить, я понимаю, стул тихо с одного места на другое перенести, не споткнувшись, не упасть, у меня это не получалось, и Андреев мне так сказал, что, Яковлева, если вы будете продолжать так же дальше, то я вас выгоню, это я помню, но это же хорошо. И еще я помню, как позвонил Игорь Кваша и спросил у меня, слушай, у тебя сейчас выпускается курс, у тебя есть талантливая, красивая девочка? Я сказал, есть, это Лена Яковлева, и вы смотрели Лену Яковлеву, и она стала актрисой театра «Современник». Спасибо большое. Я вас очень люблю. Ну и потом, значит, выпускной экзамен, спектакли, показы в театре. В одном театре мне сказали, что нужно срочно выйти замуж за московича, тогда будем рассматривать вашу кандидатуру. В театре «Сатиры» Плучик меня очень долго мучил, узнавал, как зовут моего папу, и никак не мог понять, почему моего папу зовут Алексей, а не Юрий. Потому что Лена Яковлева, дочка Юрия Яковлева, тоже какое-то такое странное совпадение. Закончила институт в один год со мной, и показывалась тоже во все театры. И раза четыре я начинала читать, и он меня останавливал, говорит, все-таки скажите, как ваше отчество. Я ему говорила, Алексей, он никак не мог понять. Вроде ему сказали обратить, наверное, внимание на Лену Яковлеву, а он, ну, значит, и, наконец-то, театр «Современник». А мечтать вообще об этом театре, это такие какие-то заоблачные мечты были. Мы сыграли из дипломного спектакля «Эшелон», маленький-маленький кусочек. И на следующий день в общежитии лежала записка, что Яковлеву ждут в театре «Современник» почему-то где-то в 10 часов 30 минут. Я это очень хорошо запомнила, поздно вечером. И я пришла в кабинет к Галине Борисовне. Галина Борисовна дала мне книжечку «Театр «Современник», репертуарную книжечку, и сказала, ходи и смотри спектакли. Взяла она меня или не взяла, я не спросила по одной простой причине, что боялась, что сейчас скажут, нет, мы просто отдаем возможность посмотреть спектакли и все. Помните, Галина Борисовна? Я не помню. Даже не помню, что ты должна была для меня настолько, как бы все было ясно и понятно. Вот я даже не помню, что это могло быть. И я ходила каждый вечер в театр «Современника», я смотрела спектакль дважды, трижды, неважно, сколько он шел. И тут подходит Игорь Владимирович, который, Владимир Владимирович, вам позвонил и говорит, в связи с тем, что артистка, исполняющая Елена Тальберг в «Днях Турбиных», заболела, нужно срочно ввестись. Мне дали текст «Днях Турбиных», я выучила его через два дня. Прихожу на репетицию, репетиция одна была, вторая. И, значит, через три дня мне сказали, что я Елену Тальберг играть не буду. Но Игорь Владимирович говорит, ну для того, чтобы ты не очень сильно расстраивалась, я тебе дам роль. Я говорю, какую? А он говорит, значит, там в самом начале спектакля белогвардейцы пробегают по заднику, а за кулисами должна стоять женщина, которую эти белогвардейцы насилуют. Так вот ты будешь кричать за кулисами. И я где-то, ну я не знаю, в спектакле 20, по-моему, откричала за кулисами. Я приходила в полседьмого, ставила галочку напротив своей фамилии. Но это был такой восторг, потому что ты работаешь в театре. И неважно как, ты приходишь в театр, с тобой здороваются, проходят мимо Гафтни, Ёлова, Волчек, Квашанут, ну я не знаю, такие, Ахиджакова. И ты вот в том же самом листочке, в котором они ставят галочку напротив своей фамилии, или ты тоже ставишь эту галочку, ты идешь за кулисы, ты готовишься, ты волнуешься. Это помощник режиссера тоже говорит, спектакль начали, это все так три звонка до этого. И все, и пробегают белогвардейцы, ты кричишь за кулисами. Жалко уходить, но уходить надо, потому что роль закончена. Потом кто-то мне из артиста сказал, а что ты кричишь, пойди запишись у радиста. Крик один раз сделаешь, он будет просто включать, и все. Но мне это было так дорого, что я ходила и кричала, пока меня не назначили репетировать двое на качелях. Я очень много говорю, а вы не задаете вопросы, может вам неинтересно. Пока мы пришли, чтоб ты говорила. Лена, ты позволишь мне задать вопрос Галине Борисовне? Да. Галя, скажи, работать с ней просто, легко? Очень. Действительно? Вот я должна сказать честно, что все мои артисты и артистки, это мои любимейшие дети. Но тем не менее, есть такое понятие, муза это или твоя артистка, это не значит, что другие они не твои. Но твоя артистка имеется в виду, та, которая наиболее объемно, наиболее цельно может тебя выразить там, на сцене. Я об этом говорю постоянно. И моя муза, она имеет вот как бы три составных на сегодняшний день. Три ипостаси. Это и Марина Ниелова, и Лена Яковлева, и сейчас Чулпан Хаматова. Вот эти все артисты, которых я перечислила, способны заставить меня в зрительном зале испытать вот этот комок, заплакать. На своем артисте, с которым ты вместе это сделал, создал, это очень трудно. Но Лена может меня заставить это испытать. Она удивительно легко работает, с ней работает в наслаждении, счастье просто, счастье. Помнишь, Лен, у нас была такая пьеса и такой спектакль, к сожалению, он сейчас идет очень редко, пьеса Холиды про этих... Мы едем, едем, едем. Да, как их... Челноков, про Челноков. Помните были Челноки? И вот мы, значит, пошли, ты помнишь, да, как мы костюмы... На рынок. На рынок. Я сказала, никаких этих художники не будут ничего сочинять, я сама пойду на рынок с ними, и мы выберем, мы лучше знаем. На каком-то мы, на Феркизовске поехали, на такой, самый такой рынок. И мы, значит... Ну, нам все самое хорошее предлагали. Ну, потом уже. Мы ходим, и я говорю, ну, девчонки, что делать, тут мерить негде, но будем как-то так это... И выбирать самое такое, ну, понятно, это в таком жанре пьеса написанная, комедия, и все. И, короче говоря, минут 10 мы походили, так нормально, и что? Потом вдруг слышим, помнишь, по радио объявляет, мы приветствуем театр современник, который, представляешь себе, ужас. Да, ну, тут уже началось. Можно с вами сфотографироваться, можно эти, но зато мы сэкономили театральные деньги. Нам везде скидки давали, а кое-что даже подарили, по-моему, тебе костюм для Лены. И самое невероятное было в том, что они-то примеряли костюм уже как бы не просто так, она уже меряя свой идиотский этот костюм с мини-юбкой с золотыми горохами какими-то. Вся задняя часть юбки блестела. Блестела, все, значит, такое, она уже как бы не Лена Яковлева мерила его, хотя Лена, а вот этот вот, вот этот персонаж. И когда они все трое надели эти уродства, или Лена поверхся там этого, а Хеджакова, представьте себе, тоже в каком-то ужасе из перьев, и Галя Петрова тоже это, и встали в ряд, это было безумно страшно. В общем, они нас сфотографировали, и на следующий день на этом рынке висели наши фотографии. Это купила Яковлева, это купила Галя Петрова, и торговля пошла. А ты помнишь, нет, с какой обидой они на наш хохот, на наше почти ржание, значит, когда мы видели вот это. Мы балдели от того, что это вообще. И мы хохотали, а они говорят, а что вы смеетесь-то? А что? Это же очень красиво. Почему вы смеетесь? А мы еще громче. Это было очень смешно. При своей такой сумасшедшей кинозанятости и телевизионной, она никогда театр не подставила. Вообще, до Каменской, до Каменской, мы не знали, когда она снимается. Я просто не знала. У меня этим никто не, как бы, даже голову не морочил, что она не может, она не приедет, у нее съемки, у нее то. Началось с Каменской, но и то. Она настолько... Слышно вы ее называете. Каменская, это Каменская? Ну да. Тодоровский вот вошел, он сейчас услышит мою эту речь, но он это поймет, потому что он, как бы, очень творческий человек, и вообще я его знаю до его рождения. Вот. Поэтому ты меня простишь, Валера. Я говорю, что я не смотрю их, своих артистов, ни в кино, ни в телевидении. Жалко. Не потому, ну прямо. А мне жалко, что ты их в театре не видишь. Вот тебе на это. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 ДimaTorzok. ДimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Хочу тварь, хочу сыграть. Что-то дайте уже мне наконец. И я увидел, что там горит этот котел не из растраченности, не использованности актрисы. И в этом смысле я вижу действительно драму. Потому что все-таки артисты же предпочитают обманываться. Обманываться и идут сниматься в плохой фильм, на плохую роль. И через три часа съемок уже верят, что это хорошее. А Лене трудно обмануться. Не получится, думаю. Спасибо большое. Лена, вы помните свою самую первую роль в кино, и как вы себе понравились на экране. Расскажите, пожалуйста, подробнее, пожалуйста. Первая роль это была Георгия Емельевича Юнгольд Хелькевича «Двое под одним зонтом». Небольшая, совсем эпизодическая работа. Но я тогда в первый раз встретилась с Иннокентием Михайловичем Смоктуновским, с очень знаменитым Калншем Иваром и с очень знаменитой Еленой Сафоновой. Это были уже киты кино, а я еще студентка на третьем курсе. Но Иннокентий Михайлович меня до такой степени потряс, что единственное, о чем я, наверное, после этой картины просила свою судьбу, своего бога, просила об одном встретиться еще хоть раз с Иннокентием Михайловичем в картине, где можно поработать с ним больше. И потом это так и случилось. Это была картина «Сердце не камень» Пчелкина по пьесе Островска. «Моя мама, она мечтала тоже стать артисткой все время, но у нее не получилось. Но к актерам и к актерской профессии она очень трепетно относится. Все спектакли приезжает обязательно, смотрит. Мама попросилась на съемочную площадку, я ее провела, там телевидение, это все пропуска, очень сложно. Я познакомила ее с Иннокентием Михайловичем, он, я должна сказать, очень любил разговаривать со зрителями, он мог разговаривать без конца, задавать какие-то вопросы по поводу своего творчества. Скажите, пожалуйста, а вот я вот в этой роли, вы помните ее, да, не очень пережал там в этом кусочке, как она вам понравилась. И зрители так располагаются, что начинают его хвалить, 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 хвалить. И он получает, и вот видно просто, что он от этого получает неимоверное удовольствие и тому подобное. А я вот сомневался, ну раз вам понравилось и тому подобное. А люди продолжали хвалить, и еще шибче, и шибче, и он уже совсем, и потом он, а это было на съемочной площадке, космосовка, когда все. Потом он брал сигарету, он очень редко курил, все время носил с собой пачку Мальбора. Вот во время съемок давал мне Мальбора, и мы шли с ним, и он, значит, мне вот рассказывал эти все впечатления, почему он разговаривает со зрителями, почему он все время вот так, с таким уважением и тому подобное. Ни одному человеку он не отказал в автографе или сфотографироваться, ни одному за всю его жизнь. Вот до такой степени он уважает тех людей, ради которых он работает. И моя мама, значит, прошла ту же самую экзекуцию, то есть она его хвалила минут 15-20. Причем это были приятные, действительно его все любят, и она его с удовольствием хвалила, особенно там любимые картины рассказывала в каких-то местах, дословно пересказывала фразы из фильма. И после съемок, а он там уже лежал, умирал, я ему в этом кадре только водичку подносила, а он дрожащей рукой и скрипучим голосом говорил, вот я сейчас умру, и ты побежишь сразу же к молодому там. А я ему там, своему мужу уже старому, умирающему, говорила, нет, такого не случится и тому подобное. После этого дубля Леонид Аристархович Пчелкин сказал, что все снято замечательно. Иннокентий Михайлович говорит, секундочку, я должен спросить у своего зрителя. Подходит к моей маме и говорит, Валерия, вот вы сейчас посмотрели кусочек, как вам кажется, я все нормально, сыграла вот это вот. И моя мама на полном серьезе говорит, вы знаете, Иннокентий Михайлович, волнуюсь тоже, вся красная стоит с ней, сам Смоктуновский советуется. Она говорит, вы знаете, я бы сделала, сказала мама, не такую дрожащую руку. Иннокентий Михайлович напрягся, вся съемочная группа просто остановилась, все смотрят на мою маму, мама моя понимает, что что-то она не то сказала. И моя мама потом весь день убивалась с горя, что она заставила артиста еще один думать, а вдруг он будет хуже, говорила моя мама. Вот когда проявят, а вдруг это будет хуже. Я говорю, ну все, тогда тебе не жить, он тебе письмо напишет, страшное и тому подобное. Ну он, конечно, удивительный был человек. Вообще это счастье, что я встретилась с Ефремовым старшим на съемочной площадке, с Юрием Богатыревым на съемочной площадке. Я встретилась с Автандилом Махарадзе, я встретилась с Иннокентием Михайловичем Смоктуновским. Это была такая вот школа, это еще как бы до интердевочки все, это была такая школа, что я уже была готова ко всему, ко многому. Не ко всему, но ко многому. Во всяком случае, я знала точно, как себя надо вести, чтобы меня правильно поняли. И на съемочной площадке, и на репетициях в театре. Я вижу Сергея Петровича Некоменко, моего начальника по Каменской. Ну присаживайтесь. Ну давайте так. А пожалуйста, говорите обо мне приятные слова. Думаю, ты хотел бы неприятные, может, но не получится, потому что ты женщина, приятная во всех отношениях. Вот все, что говорили самые хорошие от женщин, все поэты, это вот все ты. Я тоже в твоей творческой жизни немаловажную роль сыграл. Какой счет был. Я муж сыграл, который за тобой с ремнем гонялся. Как Сергей Петрович волновался, когда нужно было ему меня бить ремнем? Там действительно бежать надо было по снегу, в одной комбинации. Я никому не сказала, что у меня в животе мой ребеночек Дениска. Уже Денис шевелился. Четыре месяца. Потому что я подумала, что если я скажу, Петр Ефимович сразу же от этого эпизода откажется, побоится взять на себя такую ответственность. Я больше. Значит, никому не говоря. А Петрович волновался очень сильно, как он меня будет бить ремнем. И там, значит, Петр Ефимович попросил, вы будете бежать. И там вот такой вот снег. Действительно, очень красивая такая филининская зима была. А Тодоровский очень любит зимой снимать. Снег, не трогайте этот снег, чтобы они сюда упали. И вот здесь вот кувыркались, кувыркались, снегу ее бьет. Вот драка, чтобы вот здесь вот была на этой площадке. А видно, перемена температуры была. И этот красивый снег покрылся курочкой льда. И как мы не пытались как бы углубиться в этот снег, в этот огромный сугроб. У нас не было, мы как рыбы об лед губально бились. А Петрович переживал, как это он мне будет настоящим ремнем колотить. Там же железная бляжка такая огромная. И он попросил, чтобы мы сделали ремень такой щадящий. Сам консультировал. Делали ремень бумажный. Бумажный? Обшили его. Вот да, я завел. Говорю, каким ремнем-то они мне дают офицерский настоящий новый ремень? Говорю, понимаете, что это кистень? Вы что, с ума сошли? А если я подскользнусь? А если вдруг я нечаянно задену замечательную Леночку? Вот вы что, я себе в жизни этого не прощу. Говорю, давайте-ка делайте. Всю ночь они шили этот ремень. Я им рассказал, как завернули бумагу в сатин коричневый, прошили его. И пластмассовую пряжечку. Она слышала на экране один в один, ремень как ремень. Можно было, так сказать, свободу, все равно я мимо старался. Играть и пьяного, и быть точным. Вот это, вы знаете, тоже была большая сложность. Еще скользко на этом льду. Я хочу сказать, что вот мы с тобой еще пять с половиной лет в одних и тех же поездах. Ты гораздо больше. Невероятного мужества. Это очаровательная, это хрупкая женщина. Представьте себе, что это неоднократно повторялось по семь ночей в поездах. Вот это для меня была катастрофа. Я представил себе, что ну кто-нибудь, так сказать, из актрис. И опять ни единого писка. Всегда готовая, всегда собранная. Ну прямо как вот самые талантливые актеры. Они самые дисциплинированные, самые такие собранные, самые организованные. И ты такая же. Спасибо. Да. Я тебя очень люблю, девчонки. Спасибо, классик. Давай. Не побежал. Снимайтесь. Я почти снимаю. В другой плоскости скажите, пожалуйста, что вы чаще всего вспоминаете из детства? Чаще всего переезды, потому что это был самый, наверное, счастливый момент в моей жизни. Мама складывала чемоданы, отец военный, мы колесили по всему Советскому Союзу, тогдашнему, начиная с Прибайкалья. И закончили все поездки вот на Украине. Так оказалось, что отец там закончил служить. Это было самое интересное, потому что это новые ощущения, новые школы, новые одноклассники. Я всегда была новенькая, мне так это нравилось. Вот тут Сергей Петрович говорил, что, не Каненко, а что семь ночей в поезде, это для меня не проблема. Я столько наездилась, что для меня это не проблема. Подвига какого-то такого я для себя не вижу, потому что мне, например, нравится ездить, потому что это все равно, сто километров отъедешь, это уже совсем другое. Там уже по-другому люди говорят, по-другому ходят, по-другому на тебя смотрят и по-другому с тобой общаются. Елена Алексеевна, бывают ли у вас конфликты с режиссерами или с партнерами? И как вы поступаете, если, например, Галина Борисовна вам предлагает свое режиссерское решение, а вы с ним не согласны? Конфликтов я не помню уж таких сильных. Если Галина Борисовна или какой-нибудь режиссер мне говорит о том, как он видит то, что нужно делать, я пытаюсь всячески выполнить то, что они от меня требуют, просят по одной простой причине, что мне кажется, а, со стороны виднее, б, они мне хуже не хотят. Извини, Лен, я в пандан тебе. Я очень редко встречала вот в этой профессии таких скромных людей, как Лена. Вот стала правилом хорошего стона, понимаете, и поспорить с режиссером. И вот я говорю, кто главнее. Истина она в том, что это вот так вот, вот так соединенный союз. И Лена никогда, я этого не помню, я только знаю, что она все сделает для того, чтобы получилось, а не будет вот так заранее, понимаете, в такой фехтовальной позе стоять, чтобы отстоять какое-то свое рациональное, придуманное решение, лишь бы потом сказали, видите, какая она умная, какая она тот. Вот, она и так умная, но актерский ум, он в другом. Он в другом, не в том, чтобы, как бы, философские просто тезисы из себя извергать. Очень странно как-то так сидеть, тебя все хвалят, хвалят. А вы, вы, не лопа. Скажи, пожалуйста, а как у нее с юмором? Все в порядке у нее с юмором. У нас с таким юмором. Будь здоров всем. А как она ответила, знаете, да, когда она родился Денис, а моего сына тоже зовут Денис, и Ленку стали, значит, там подкалывать, помнишь? Да. И говорят, ну, ты назвала Денисом, да? Назвала как, мол, она так смотрит и говорит, ну, я же его не Галину Борисовну назвал. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к розыгрышам, и кто чаще, вы или вас, разыгрывают? Я должна сказать, что это одно за другое цепляется. Если тебя разыграли, то обязательно надо ответить. Но самое смешное, это было, когда 1 апреля мы репетировали Галину Борисовну титул. Вдруг ко мне прибегают из... Ну, я не знаю, это как смешно или не смешно, это просто первое, что в голову пришло. Прибегают из администраторской, да срочно ли на звонок из Израиля. У меня знакомых там как бы много, потому что мы туда ездили на гастроли и тому подобное, но так, чтобы звонили в театр, думаю, по какому... То, что 1 апреля у меня вылетело из головы, да еще и репетиция, как бы не до этого было, я подбегаю, беру трубку, и мне трагическим голосом говорят, ваша тетя такая-то, такая-то, скончалась, срочно вам надо выехать в Израиль за наследство. Я давай узнавать, какая тетя, откуда она меня знает, почему именно она там. Ну, а потом в конце этот голос из Тель-Авива засмеялся, говорит, первое апреля. Это было ужасно, но я на какое-то время поверила и уже готова была лететь за наследство. Но Гармаш разве себя не разыгрывал? Ну, Гармаш без конца разыгрывал. Он все, этого невозможно. Розыгрыши были такие очень жестокие по отношению к Димке Нагиеву. Мы договорились, что скажем при нем, что суточных получаем больше в три раза, чем он. И мы просто видели, как человек ушел в сторону и начал подсчитывать, насколько он получил меньше. Ну, это такие вот добрые шутки. Очень смешно. Серега Гармаш. Нагиев, он когда приезжал, все время говорил, вот я когда снимался у Спилберга, значит, меня и не в такое машине возили. Но это шутки, что он снимался у Спилберга, но в смысле, мол, и мы все никак не знали, как ответить ему на это. Когда Нагиев в очередной раз снимался у Спилберга, Гармаш, господи, думаю, точно, где же ты, я тебя видела, я все вспоминаю, вспоминаю. Это вот этот детеныш Годзиллы, это же ты был. Потом, когда один раз Нагиев сказал, случайно, что он снимался в Титанике, мы хором закричали, это вот тот, который падал с этой вот... Ну, это вот без конца было. Мы все время сменялись до такой степени, что режиссер стопотом ног и тому подобное кричал, соберитесь, сосредоточьтесь, мотор, чтобы вот этот вот хохот и эти шутки остановить. Существует ли для вас проблема перехода к возрастным ролям? Нет. Я Кабаниху в грозе сыграла и эту проблему решила в свои годы заранее. АПЛОДИСМЕНТЫ Леонид, скажите, пожалуйста, были ли в вашей жизни зрительские реакции, которые бы вас поразили? Да. Крутой маршрут. Мы сыграли весь спектакль. Финальный момент, когда все женщины подходят к решетке, стоят, смотрят такой легкий-легкий, еле-еле свет по глазам, по лицам этих женщин. И всегда гробовая тишина в зале, напряженная, все просто щемящая тишина. И вдруг из зала мужской голос сказал, женщины родные, простите нас в этой тишине. Для меня это была как-то очень, такая реакция зрителя, настоящее. И после этого была тоже огромная пауза, то есть зрители понимали это все. Смысл какой-то появился необыкновенный. А, например, в «Мурлин Мурло» был жутко смешной момент. Это когда мы ругаемся с громошом, с соседом, который иногда ко мне, значит, заходит в свободное время. Мы с ним ругаемся, и я ему говорю, все, уходи, больше я эти двери не открою. А он говорит, как ты не откроешь, я все твоей матери расскажу. Ругаемся, а я все инки твои расскажу, мол, жене. Должна сказать я. Я говорю, а я все инки твои расскажу, что ты, мол, ко мне ходишь, и что у нас, вон, какие отношения. И вдруг из зала женщина «Правильно расскажи все инки, расскажи». Это было очень смешно. Мы не знали, как продолжать, потому что поняли, что пробило. Пробило. Я вообще должна сказать, что вот на «Мурлин Мурло» зрители очень интересно реагируют. Они очень часто вступают с нами в диалог. Я никак не могу понять, почему то ли мы до такой степени им близки становимся, то ли они уже забывают, что это театр, какое-то такое совместное действие. То есть ты говоришь, они или повторяют этот текст очень громко, или что-то тебе отвечают. Вот с мобильными телефонами хуже, конечно, обстоят дела у зрителей. Пусть лучше реплики какие-то из зала, но не всевозможные мелодии, звонки. Самое ужасное, что иногда себе позволяет просто даже поговорить по телефону. Мне вот рассказывали, у нас, слава богу, этого не было на спектакле, но если бы это было, я даже не знаю, как бы я себя вела. Она говорит, «Алло, алло, говори громче! Говори громче, артисты здесь, я на спектакле!» Как такое может быть? У нас такого, я говорю, ни разу не было. Но вот когда мне артисты это рассказывают, я думаю, что же это за ужас такой? Ну неужели тяжело нажать на красненькую кнопочку на два с половиной, три часа? Ну ладно, раньше хвастались мобильными телефонами и пейджерами, но сейчас они у всех есть, хвастаться не надо. Вот уже шла речь о фильме «Анкор и еще Анкор». Скажите, пожалуйста, а как ваш отец отреагировал, как человек военный, на вашу роль, на этот фильм? Вы знаете, он был потрясен, он говорит, что он этот период помнит, поскольку у него отец тоже военный, у них такая династия в семье. И он как раз это помнит время послевоенное, когда они жили в военном городке, в гарнизоне, и говорит, что до такой степени точные ситуации, до такой степени все правдиво, что просто даже придраться не к чему. Это во-первых, а во-вторых, нельзя было не доверять, потому что этот сценарий Петр Ефимович сам написал, это его воспоминания, это его история, поэтому единственное, что все то, что там было придумано, что я колесю как сорокопятка или как галбица, я не помню, что я говорила, когда все неинтеллигентное и тому подобное, трофеи, это все мы с Петром Ефимовичем придумывали. Мне очень приятно, потому что из этой картины фразы вылетели в народ, а это, наверное, самое приятное. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 съемки, поэтому, чтобы его хоть утром застать, я встаю рано, встаю, провожаю его в школу, полчаса, сорок минут мы с ним общаемся активно, потому что он мне должен рассказать, что было за вчерашний день, чтобы я ничего не пропустила. Интересно. После этого уже как-то не спится, и поэтому начинается кое-что по дому, кое-что по телефону, нужно что-то выучить, нужно что-то прочитать, и так, а дальше, если репетиция, есть репетиция, если вечером спектакль, то спектакль, если съемки, то съемки. Елена, скажите, какие из своих качеств вы все-таки не хотели бы видеть в сыне своем? Слезливость, наверное. Сентиментальность. Хотя мне кажется, что для мужчины это тоже и полезно, и нужно. Как выяснили психологи, раз в день обязательно надо поплакать, даже мужчине. У меня вопрос к вам. По жизни, я считаю, вы все-таки везунчик. А вы сами как расцениваете, что это такое? Умение слышать голос судьбы или все-таки вокруг вас или рядом с вами очень мощный ангел? Ой, это сложно, спасибо большое. Сложно, наверное, ответить на этот вопрос. Я не понимаю, почему я именно не сразу после школы поехала в Москву, хотя желание было не меньше, чем через два года, вот как я поехала. Но я поняла, что именно я вот в 80-м году почему-то должна была приехать, и поэтому у меня нету такой биографии провалов там в одном, в другом, в третьем вузе. Вот я приехала, и я знала, что это будет ГИТИС. Почему, я не знаю. Я когда уже на четвертом курсе, ну, конечно же, чего скрывать, хотелось безумно остаться в Московском театре, безумно. И, наверное, нету ни одного такого студента, который бы сказал, что я готов там поехать. Я была готова ехать, если бы меня не взяли, в любой театр по распределению. И это уже как бы маячило, и было не за горами на четвертом курсе. В современном был последний театр, в котором мы показывались. И я знала, что на следующий день я должна идти в деканат и брать распределение и поехать. Но я не знаю, ну, что-то внутри меня сидело, что, ну, не может быть, что, как бы, все театры и ни одного театра не будет, который бы на меня обратил внимание. Я не знаю, что это такое, судьба ли, ангел ли, но я когда шла по чистым прудам, первый раз уже, вот, показываться в театр, я не знаю, сейчас это, конечно, будет казаться каким-то смешным таким, или моей фантазией, или тому подобное, но я помню, что я жутко волновалась и около одного кустика встала покурить и смотрю, вот, белые колонны этого здания и уже наши студенты собираются и сейчас вот еще пять минут и, значит, последний, последний рывок и после этого, значит, как дальше твоя судьба повернется, не важно. я когда стала покурить около этого кустика, я вот помню, что он меня как-то обнял. Я не знаю, что это было такое, но вот такое ощущение, что сама природа как бы... У меня волнеет, какое-то дебильное мое, дурацкое, которое меня очень часто подводит, глаза на мокром месте, хотя, с одной стороны, в кадре и на сцене этим хорошо пользоваться, но иногда в жизни нужно держаться, а держаться не могу, меня кричат, ругают, обижают, я не могу отвечать, ругаться и тому подобное, я начинаю плакать, ничего с собой поделать не могу. Я помню вот этот вот очень момент, когда меня кусток погрел, приласкал, и куда-то вот это лишнее волнение исчезло, и я пошла как бы вот... Я могла кричать, Галина Борисовна, я буду выносить под нос и говорить, кушать подано всю жизнь, и тому подобное, вот до такой степени я люблю театр, я его действительно до такой степени люблю, и... Но так случилось, что вот сложилось так иначе, ангел это, трудолюбие ли это, дисциплина ли это, наверное, все вместе. Все вместе. И, конечно, очень хорошо, когда это все вместе складывается. Спасибо вам большое, что вы пришли сюда. Все вам самое хорошее. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ